А вот это, ребятки, уже интересно. Всего несколько дней назад вышел законопроект, во всяком случае он пока что рассматривается, о том, чтобы запретить майнинг непосредственно в Нью-Йорке. И под эгидой всего этого причина составляет в том, что она загрязняет окружающую среду. Салют, фипл, с вами Хьюман. И сегодня мы с вами обсудим, остановится ли майнинг в Нью-Йорке, в одной из самых крупных, если не самых крупных сверхдержавы всей планеты, крупнейшего города с сильной экономикой, и как все это повлияет на рынок, на нас, на видеокарты и все остальное. Поэтому не задержимся по финале. Законопроект, который внес Кевин Паркер, он же сенатор-демократ, направлен на монаторий трех лет, который повлияет непосредственно на майнинг, но непосредственно только в Нью-Йорке. О чем это все говорит и какая причина, скажу, прочитаю, цитирую, потому что очень доморощенно написано, целью предотвратить нанесение непоправимого ущерба амбициям государства в области финансового и общего развития. В итоге 3 мая законопроект был отдан в Комитет по охране окружающей среды, и теперь все те, кто манят, вне зависимости от того, крупная это рыба или нет, должны будут пройти проверку на то, как влияет их майнинг ферма, их майнинг завод, если у кого-то такой есть, на окружающую среду. И если этот человек пройдет эту проверку в позитивном ключе, он сможет продолжить майнить. То есть здесь нет такого, что законопроект вышел и все, никто майнить не может. Нет. Здесь вот есть такая подоплека об окружающей среде, нанесение ущерба ей. Если человек проходит, он манит дальше. Далее цитата. Я вам продемонстрирую английскую версию, но прочитаю на русском. Центры добычи криптовалюты – это развивающаяся отрасль в штате Нью-Йорк. И достаточно часто они расположены на выведенных из эксплуатаций или переоборудованных электростанциях, которые работают на ископаемом топливе. Именно так звучит одна из выдержек в законопроекте. Далее вновь цитата. Продолжающийся рост и работа центров майнинга криптовалюты значительно увеличивают объем энергопотребления в штате Нью-Йорк. Следовательно, есть предпосылки полагать, что связанные с этим выбросом парниковых газов несут непоправимый вред соблюдения закона о климатическом лидерстве и защите сообществ. Конец цитаты. Кому интересно подробнее, я подкрепляю ссылочку под этим видосом, где вы сможете самостоятельно ознакомиться с полным законопроектом. Две страницы прекраснейшего чтива на английском языке. Ну, теперь, чтобы не погружаться в эмоции и думать о том, плохо все это или хорошо, рассудим хладно и с трезвым умом. Пройдемся по определенным числам, даже по определенным странам. Это важно по той простой причине, потому что есть ограниченные ресурсы на планете Земля, а есть неограниченные. И, в общем, не буду томить, поймете, почему это нам нужно знать. Но для того, чтобы ответить на данный поставленный вопрос, нам нужно понимать, как происходит вообще майнинг. Следовательно, это процесс решения сложных математических задач. Окей? Кто решает эту задачу, тот получает право обрабатывать блок транзакций за определенную комиссию, за эту же транзакцию и новую криптовалюту. Упрощая, вы получаете доход в виде криптовалюты, а не в формате фиатных денег. Окей? Двигаемся далее. На самом деле, по итогу, потребление энергии майнерами достаточно высокое. И в этом есть подтверждение в Кембриджском исследовании, где указано, что сама структура биткоина и всей этой криптовалюты потребляет электроэнергии больше, чем страна Швеция. Нужные пруфы? Приведу, но наперед забегу и скажу, что Швеция за год потребляет 131 тераватт, а майнинг 149. В дальнейшем я приведу вам еще любопытные примеры, некоторые из них покажутся вам даже забавными, но это нужно знать. А пока что еще одна важная цитата. Для одной транзакции с криптовалютой используется то же количество энергии, которое среднее американское домохозяйство расходует в течение одного месяца. Что это значит? Ну, мы сопоставляем одну транзакцию за месяц бытового потребления. Домохозяйство это имеется в виду обычная среднестатистическая семья, которая пользуется теми или иными бытовыми приборами. Или не всегда пользуется, но они подключены к сети. Именно под этим подразумевается вот это хозяйство. Это не значит, что это какое-то мелкое предприятие. В итоге правительство дает очень интересное обещание, непосредственно вводя такой законопроект и делая мандат на три года с точки зрения криптовалюты и их майнинга. Что к 30-му году будут возобновлены источники электроэнергии, которые сейчас закрыты или переоборудованы. А к 40-му году они обещают при 100% гарантии, что подобные источники не будут иметь вообще никакого выброса. То есть там подчеркнуто 100% гарантии. И сейчас, конечно, все это только на рассмотрении и поддержало всего несколько сенатов. Но нужно понимать, что в нижней палате, что в самом сенате достаточно много демократов. Это важная деталь по той простой причине, что сенатор, выдвинувший этот законопроект, является демократом. Ну, естественно, вы можете сказать мне, Хьюман, ну, дружище, это же всего лишь один Нью-Йорк на всю страну. Оно-то да, но здесь есть ряд моментов. Даже когда выходит маленький такой игрок, который, в принципе, является относительно крупным, потому что это развитая страна раз, это развитый город экономически два. Это все может повлиять, в общем, на рынок криптовалюты, в общем, на рынок в целом, который есть в мире. Это может повлиять на стоимость видеокарт, это может повлиять на стоимость другой периферии. То есть на сам же спрос этой периферии, также на саму крипту и на все другие альтеркоины и на фиатные деньги. То есть привычно нам доллары, евро, рубли, гривны и так далее. А теперь просто представьте, что по такой аналогии могут пойти и другие штаты Соединенных Штатов Америки. Ну и из того, что мы имеем по информации, включая эту новость и предыдущую, ну, наверное, в частности, именно эту новость, я бы сказал следующее, что под улыбкой логики сверкает оскал жадности. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Но чтобы не завершать подобное видео на какой-то негативной ноте, как я вам обещал, четкие, чисто четкие факты, которые из них будут забавными. При общем производстве электроэнергии, биткоин производит 0,59%, а потребляет 0,68%. В общем мировом производстве возобновляемых источников энергии, ну, если использовать действующие гидроисточники, то они обеспечат всю сеть битка 28 раз. Биотопливо и отходы 4 раза, а солнце, ветер и прочие 9 раз. Вот вам пример потребления биткоином и рядом других стран в виде Швеции, Малайзии, Египта и Польши. Как вам разница? Далее у нас демонстрируется топ потребителей электроэнергии, где биткоин занимает у нас аж 26 место. Первое место забирает Китай, второе место уходит Соединенным Штатам Америки, третье Индии, четвертая России, пятая Япония. Что касается забавных фактов, то если мы возьмем в пример бытовые приборы, которые 24 на 7 подключены к сети, но не используются все это время, а лишь только период, то стиральные машины, микроволновки, холодильник, ПК, смартфоны и так далее смогли бы обеспечить жизнеспособность сети битка на протяжении полутора лет. Это имеется ввиду статистика по Соединенным Штатам Америки. А учитывая потребление электроэнергии самой сетью биткоина, то она бы могла кипятить воду всех действующих чайников в Великобритании на протяжении 30 лет, а в Европе, включая ту же Британию, на протяжении 5 лет. Ну и сеть биткоина может запросто обеспечивать электроэнергией Кембриджский университет на протяжении 846 лет. Ну что ж, друзья, такие у нас получаются любопытные, интересные, в какой-то мере забавные новости на данный день, на данном этапе нашей жизни. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, пообщаемся, поделимся мнением, поразвиваемся в этой сфере. Ну а с вами как всегда был Human и кайфовой вам игры. Субтитры создавал DimaTorzok